Конечно, говоря о том, что случилось накануне в Керчи, нельзя обойти непростую тему. Тему убийцы. Его, так сказать, подробного портрета. Почему эта тема непроста? Потому что говорить об этом человеке, ну, не хочется. Просто потому, что он своими действиями, включая последнее, выстрел в свою дурную голову, преследовал только одну цель, чтобы о нем говорили. Так вот, не хочется, а надо, особенно в этой ситуации. Почему? Просто потому, что для нас то, что случилось, абсолютно новая ситуация. Мы, что ни говори, не Америка. Это там стрельба в школах и других общественных местах, прости господи, привычное дело. Социальная ситуация. А мы не знаем, что такое сумасшедший подросток с помповым ружьем и взрывчаткой в школе. А теперь вот надо узнать. Начнем с материала моего коллеги Виталия Каченко. В этот охотничий магазин в самом центре Керчи убийца Владислав Росляков пришел 13 октября. Всего за несколько дней до трагедии. Он опытным был стрелком, по вашему мнению? Да. Почему? Не знаю, по поведению, по обращению. Также по теме фото с этой лестничной площадки, где он заряжает это ружье. На кадрах с камеры видеонаблюдения, расположенной над кассой, видно, как он покупает несколько коробок патронов и складывает их в рюкзак. Покупка обошлась ему примерно в полторы-две тысячи рублей. Он пришел. Вы спросили, зачем он 150 патронов? Смотрите, люди берут патроны. Сколько? 25, что? 75, это все один человек берет. Один человек? Да. Для нас продать 250-300 патронов, это нормальная покупка для человека. Пустая гильза. А внутри что у него, у снаряженного патрона? Коробок, пыш и дров. Была картечь. Это для чего? Для охоты? Для охоты на волка. На лесу. То есть серьезный там разлет, да, получается? Ну, весьма серьезный. Поинтересовались для чего? Для стрельбы по мишеням. Знать бы тогда, о каких мишенях речь, действовал по предварительным данным в одиночку, а вот кто мог его надоумить? Эксперты уверены, вряд ли это был спонтанный поступок. Он явно умел обращаться с оружием и наверняка шел к этой цели, если он получил разрешение, да, официальным путем, если он официально купил оружие, да, и неоднократно, со слов продавца, оружие обращался за патронами и приходил их покупать. Ну, то есть он умел с этим обращаться, понимал, к чему это приведет. Примерно тогда же он обзавелся ружьем, предположительно, турецкого производства. Его стоимость около 20 тысяч рублей. Оружие Росляков купил уже в другом магазине. Сегодня он, видите, закрыт. В обычные дни, как мы можем видеть, он работает с 10 утра, сейчас 10.28 и замок на дверях. Это единственный диспансер, где в Керчи выдают медицинское заключение для приобретения и хранения оружия. Психологи говорят, Росляковой в глаза не видели, а вот главврач разговаривать с нами отказался наотрез. После развода родителей Владислав жил с матерью. Снимали квартиру в этом одноэтажном бараке на окраине Керчи. Соседи последний раз видели их буквально на днях. Отец и бабушка Рослякова проживают неподалеку, в этой пятиэтажке. Ни в колледже, ни в семье не замечали признаков агрессии. Бабушка до сих пор не верит в случившееся. Внук часто навещал, но задушевных разговоров явно не было. Вы знаете, он так быстро уходил, что с ним хорошо, а о чем-то поговорить невозможно было. Был неразговорчивый. Примерно так же описывают его и однокурсники. Сергей проходил в прошлом году вместе с Росляковым производственную практику в колледже. Учились на электриков, занимались в одной аудитории, но никогда не общались. Он был хороший парень, он учился на 4-5. Не то, чтобы прям был отличный, но хашист. Был тихий, спокойный. В соцсетях убийца скрывался под чужим именем. Особой дружбы в интернете тоже не водил ни с кем. Переписывался с одноклассницей, жаловался на скучную и безрадостную жизнь. Писал об оружии и не строил никаких планов на будущее. Зачем вообще жить? Ради балкона на даче? Спустя полтора года после этих строк с ружьем и внушительным арсеналом он зашел в свой колледж. Дистанционно привел в действие самодельное взрывное устройство, оставленное им на первом этаже в столовой. Что осталось здесь после взрыва, можно судить по этим кадрам. А дальше он расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Мы сейчас находимся рядом с Керченским политехническим колледжем, где произошла ужасная трагедия. Мы видим, что при свете фонарей работы оперативных служб на месте трагедии продолжаются до поздней ночи. Здесь, конечно, просто ужасающее зрелище. Мы видим, во что превратился вход непосредственно в колледж. Полностью остался без стекол и рам. В учебном заведении, где он устроил кровавую бойню, всех этих странностей в поведении Рослякова не замечали. Мотивы, побудившие студента к расправе над учащимися и педагогами, которые, кстати, давали ему только хорошую характеристику, лишь один из множества вопросов, на которые предстоит ответить следствию. Виталий Каченко, Юрий Ламзин, Али Харачих, Наталья Литовко, Юлия Гамаева и Нина Хорева. Первый канал. Керчь.